Здравствуйте! Вы находитесь на канале Лав Познание. В этом выпуске вы узнаете, какие могут быть последствия от приворота для того, кто приворожил, и для жертвы. Любовный приворот – это магический обряд, целью которого является изменение чувств и сознание жертвы. Основная задача любовного приворота – сделать так, чтобы жертва полюбила заказчика. Используется этот ритуал, как правило, от безысходности, потому как считается, что последствия могут быть ужасными для обеих сторон. Тем не менее, как и любой магический ритуал, приворот, его воздействие и последствия можно поставить под сомнение. Так стоит ли чего-то бояться на самом деле? Конечно, в современном мире очень сложно поверить в ведьм, колдунов и магию в целом. Однако, существует не один пример того, что магические обряды действительно работают. Множество женщин хоть раз прибегали к помощи потустороннего мира. Поэтому существует повод предполагать, что такие ритуалы всё-таки иногда срабатывают. Но почему же тогда никто не говорит о последствиях? Ведь они не всегда радужны. Дело в том, что привороты подразделяются на два вида. Первый вид относится к белой магии, второй – к чёрной. Привороты, произведённые с помощью светлых сил, не имеют колоссальных последствий, но и не отличаются силой воздействия. При обращении же к тёмным силам воздействие приворота, конечно, намного мощнее. Но и последствия могут изменить жизнь в негативную сторону. Сложность заключается в том, что невозможно знать наверняка, какие используются силы при проведении обряда – тёмные или светлые. Опасность для заказчика. В независимости от того, к какому виду сил было обращение в процессе проведения приворота, энергетика, вложенная в обряд, вернётся к заказчику в негативном ключе. Чаще всего последствия наступают внезапно. Это могут быть проблемы с финансами, неполадки со здоровьем, элементарное невезение или же вовсе навязчивые состояния и страхи. Помимо этого, если обряд был проведён на крови, последствия переходят по генетической линии, а это значит, что пострадать могут и потомки. Стоит также понимать, что разновидность выбранного обряда играет немалую роль. Например, в некоторых обрядах приходится прибегнуть к помощи бесов, управлять которыми невероятно сложно. И если маг не обладает достаточным опытом, чтобы установить нужные защитные барьеры, бесы могут нанести непоправимый вред. Но, конечно, важно помнить, что каждый обряд можно оценить по мощности воздействия. Именно этот фактор чаще всего и становится решающим в степени вреда, который будет нанесён впоследствии. Опасность для жертвы. Жертва приворота всегда подвергается более пагубному воздействию, потому как приворот направлен на изменение сознания и энергетики. В случае жертвы очень важна мощность энергетики собственной, так как именно от этого зависит, насколько сильно проявится влияние приворота. Тем не менее, в любом случае происходит изменение морального состояния жертвы. Если жертва начинает сопротивляться воздействию обряда, наряду с моральным ухудшается и физическое самочувствие, бессонница и проблемы со здоровьем. Это лишь самое малое, что может произойти. Если борьба не прекращается, возможны даже проблемы с психическим здоровьем. В данном случае очень важно, чтобы рядом оказался человек, который сможет распознать приворот и оказать своевременную помощь. Прежде чем использовать приворотные ритуалы, которые изменят сознание и жизнь другого человека, всегда стоит вспомнить, что влюблённость появилась именно к этой личности, а не к зомби. Которым человек может стать. И если уж судьба не даст возможности быть вместе, может, так будет лучше для всех? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...